Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня журналист, музыкальный критик, продюсер телерадио-ведущий Михаил Козырев. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Меня слышно? Мы вас и видим, и слышим. Меня слышно? Слышим вас. Хорошо. Звали с нами. Абонент на связи и абонент доступен. Да, и также мы обращаемся к нашим радиослушателям, чтобы они также использовали эту возможность, дозванивались. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам. Как вы, Михаил, переживаете самоизоляцию в эти новые условия, в которые мы все помещены сейчас? Сильно ли они изменили вашу привычную жизнь? Я никогда столько времени не проводил со своими детьми. С момента их появления на свет. Я, в общем, получаю невероятное какое-то количество положительных эмоций. Я сел на карантин и самозакрылся сразу после того, как вернулся из путешествия в Францию. Я был в Париже и посетил «Желтую мельницу» Славы Полунина. И это было совершенно фантастическое путешествие. Но в последний день моего пребывания в Париже я просто был в каком-то абсолютно замороженном великом городе. Когда мы вышли в воскресенье на улице, это было невероятное ощущение. Ни одна брасери, ни одно кафе, ни один ресторан не раскрыл свои двери. Париж вымер. И только в одной маленькой лавке арабской на углу еще люди покупали какие-то предметы гигиены и затаривались продуктами своими маленькими тележечками. Так что я успел в последний день прилететь обратно в Москву. Сам пошел в поликлинику, тут же сдал анализ и закрылся. Анализ пришел отрицательным. Потом приезжали ко мне домой еще раз, сделали этот анализ. В общем, все безопасно, но при этом я не рискую выходить на улицу дальше своего собственного двора. Веду все свои эфиры на телеканале «Дождь» из дома и даже умудряюсь организовывать какие-то глобальные благотворительные марафоны, все не выходя из этого маленького кабинетика, который те из вас, кто могут видеть меня сейчас, лицезреют. Вот вы недавно говорили с солистом группы «Аукцион», как раз их новая песня, как такой саундтрек, наверное, к всемирному карантину, по крайней мере, как это было анонсировано. Действительно, многие музыканты сейчас вынуждены в этих условиях домашних, условиях самоизоляции, что-то творить. Но это такая вот кризисная мера, на ваш взгляд, онлайн-концертов. Она губительна или же для творчества? Или же в этот момент может что-то родиться особенно талантливое в период этих ограничений? Я уверен, что нас ждет фантастический вообще фейерверк музыкальный в второй половине этого года и в 2021. Вот все то, что произошло в первой половине 2020 года, я уверен, даст невероятный толчок к творчеству. То, что мы сейчас смотрим на огромное количество всяких онлайнов, как международных, так и, например, я наблюдаю за российскими, это все исключительно на пользу. Во-первых, огромное количество самых разных неожиданных коллабораций, дуэтов у людей, которые находятся в разных точках земного шара. Во-вторых, люди освоили эту технологию послойной записи. Мне приходилось ее объяснять очень многим музыкантам, поскольку некоторые, когда я их просил, ребят, вы, может, что-нибудь сделаете онлайн? Они мне отвечали, как мои, например, любимые грузины, Мгзавреби, говорили, слушай, дорогой, мы уже пробовали, ничего онлайн не получается, все время задержка идет. Я им говорил, ребята, значит, это не так делается. Сначала ставится метроном, потом гитарист записывает свою партию и снимает себя, пересылает этот файл солисту, солист включает его в наушниках и снимает себя, когда он поет под партию гитариста. И вот так вот, слоем за слоем, в общем, короче, так это все делается. И мы видим, как потрясающие совершенно арки труппы балетные. Записываю теперь великолепные просто номера у меня в ленте. Я там каждую неделю вывешиваю просто какие-то шедевры абсолютные. Но это еще только присказка. А сказка будет впереди, потому что много артистов сидят по домам, наслаждаясь одиночеством, переосмысливая новые законы существования Вселенной. И вот они-то выдадут на гора то, что они сочинили, ближе к концу этого года и в будущем году. Мне кажется, именно так. Алексей Кортнев, лидер группы «Нечастный случай», который был гостем нашей программы, он сказал о том, что уже соскучился по общению со зрителями. Потому что одна история, когда ты перед компьютером что-то играешь, выступаешь онлайн, вроде видишь лайки и сердечки, но это не заменяет аплодисменты и настоящее реальное общение с залом. Вот насколько это важный элемент и насколько, на ваш взгляд, он все-таки вдохновляет артистов? То есть не устанут ли они от этой онлайн-истории очень быстро? Лешу понимаю. Надо сказать, что «Несчастный случай» — это одна как раз из тех групп, которые просто в совершенстве освоили эту технологию онлайн-съемок. И могу вам рассказать, чем сейчас занимается Алексей Кортнев. Я знаю, что он у вас был в гостях не так давно. Вот вчера Леша Кортнев включил меня в вот эту группу, которая называется «Частушки-каранушки». Он включил туда примерно человек сто, причем самых разных музыкантов и вообще творческих людей. И он занимается тем, что они там каждые 10 минут публикуют частушки, которые сочиняет народ. Леша их фильтрует, собирает и собирается сделать такое большое панно из разных музыкантов, которые поют. В основном частушки матерные. Но некоторые могу вам прочитать прямо сейчас с ноутбука. «Обнулился президент, обнулился баррель-бренд, обнулился и ковидный неприятный элемент». В карантине весь народ получает куа-код. Опа-опа, ну прямо как Европа. Ждет народ от медицины чудодейственной вакцины, чтобы избавил всех людей от чиновничьих. Ну, то же, что рифмуется со словом «людей». Вот это, чем занимается сейчас на карантине Алексей Куркин со своей компанией. А то, о чем он тосходит, конечно, для любого музыканта процесс отдачи энергии должен сопровождаться процессом подпитывания этой энергии. Конечно, артисты со сцены заряжаются энергией, которая идет из зала. Это может быть камерный зал на несколько человек, а может быть пространство стадиона. Ну и этот ресурс очень тяжело восполняется сейчас. Некоторые могут получать, некоторые артисты могут получать это от, например, потока комментариев на экране. Я видел, как Гарри Барлоу, бывший лидер группы «Тейк Дэд», или Робби Уильямс, тоже из группы «Тейк Дэд», они с самого начала карантина запустили такие ежевечерние караоке-песнопения, делает Робби Уильямс, поет каверы на разные песни, а Гарри Барлоу просто приглашает к себе еще какого-то прекрасного певца, и они вдвоем с ним заделывают номера. Так вот, артисты часто читают сообщения, которые появляются на экране. Кому-то это радует, а кому-то это что мертвому при парке. Поэтому горечь Леши я понимаю, но я думаю, что несчастный случай готовит нам тоже много сюрпризов, когда мы выйдем из карантина к концу этого года. На ваш взгляд, все-таки эта история, когда все-таки пандемия отступит, когда карантин отменят, когда режим самоизоляции, в общем-то, сойдет на нет, что-то останется, вот как вы считаете, из того, что мы приобретаем сейчас, вот этот онлайн-опыт, глобальный онлайн-опыт, который сейчас есть, как вы считаете? Короткий ответ. А длинный надо придумать, что такое умное сказать. Да нет, все идет в сокровищницу мировой культуры. Ну, понятно, что все в конечном счете, как всегда, определяется одним фактором. Это талантливо или бесталанно. И все то, что сделано талантливо, останется, если это будет эпоха онлайн-музыки и онлайн-порчества уйдет, сойдет на нет после того, как человечество выйдет из подвалов или заточения собственных домов, я не знаю. Я думаю, что, конечно, мы сейчас находимся в точке максимального прилива, конечно, будет отлив. Но, тем не менее, я уверен, что в историю 2020 года войдет еще и вот этим вот полободьим онлайн-музыки. Ну, многие сейчас слушают, смотрят своих любимых артистов на площадках Ютуба и других социальных сетей в интернете. Но вот вопрос, который пришел к вам от Николая. Есть ли в России специализированные кабельные каналы о рок-музыке на родном языке? Нет. Ответ простой. Нет, извините, Николай, таких нет. Почему нет, кстати? Не востребовано? Ну, по разным причинам. Я думаю, что вы правильно сказали. Не востребован в первую очередь. Рок-музыка сейчас находится в совершенно другом статусе, чем она была, например, в середине 90-х, в начале 90-х годов, даже в нулевых. Она, в общем, не влияет на какие-то серьезные процессы. Она не является востребованной. Но еще и по моему собственному опыту я року отдал все сполна. То есть я делал несколько разных радиостанций, запускал и, в общем, сейчас руковожу музыкальным направлением на телеканале «Вёшь». Это очень неблагодарный труд быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране, как пел Борис Гоменщиков. Нужно запастись терпением. Никаких доходов ты не получишь. Ты очень долго будешь гнуть свою линию. И насколько у тебя хватит сил и денег у инвестора, настолько ты протянешь. Как правило, это ненадолго. Ну вот о рок-музыке и доходах в андеграундном, скажем так, сообществе существует мнение о том, что наше радио, которое вы долго возглавляли, оно коммерциализировало рок-музыку. То есть сделало рок-коммерческим. Что вы думаете по этому поводу? Согласны ли вы с этим? Это зависит от того, какой смысл он вкладывается в слово «коммерческий». Если позитивный, то да, конечно, согласен. А если негативный, то нет, конечно, не согласен. Я, безусловно, думаю, что наше радио популяризировало очень многие талантливые группы, которым без нашего радио была уготована бесславная, неминуемая гибель. А, в общем, мы подарили им прекрасное будущее. Если наличие в окружающем пространстве таких имен, как «Зимхира», «Би-2», «Сплин», «Сдопшизду», «Брейнсторм» или «Океан Эльзы» сильно оскорбляет тех людей, которые считают, что мы коммерциализировали музыку. Ну, я пожимаю плечами и говорю, так тому и быть. В общем, я вас, к сожалению, уже ни в чем не переубежу. Ну, ваш взгляд, почему рок-музыка сегодня потеряла то влияние, которое было у нее на территории постсоветского пространства в 90-е и даже в начале 2000-х годов? Ну, я вспоминаю даже свое детство, это ДДТ, когда конец 80-х, начало 90-х. И то влияние, которое на мое поколение, мне 40 лет, оказало этой музыкой, эти тексты, эти группы. Что изменилось? Почему сейчас они не столь востребованы? То есть, рок-культура, слова и музыка рок-культура. Это очень непростой вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Изменилось очень многое. Во-первых, изменилась форма музыкального потребления и восприятия. Не в наших странах, а во всем мире. Изменилось в таких однозначных, безапелляционных. В мире, который очень сейчас сегментирован по разным группам, поклоняющимся разным артистам, уже практически нет места для возникновения новых стадионных артистов. Ну, то есть, все глобальные стадионные группы, они как бы остались, они возникли 15-20 лет назад. За последние 15-20 лет в этот эшелон запрыгнула, пожалуй, только группа Coldplay или группа Imagine Dragons. Ну, и вот возникла Билли Айлиш. Но вообще, если раньше в пространстве было значительно меньше музыки, она была доступна не так легко, как сейчас. И это было время таких монбланов, эверестов, таких кумиров, которые возвышались над общей музыкальной равниной. То есть, сейчас эти люди, они вырваны. Сейчас из-за такого огромного выбора, как правило, люди выбирают себе одну, две, три группы и влюбляются в них, и долгое время существуют вот в этом вот облаке. Это один фактор, который сильно повлиял. Это интернет и восприятие теперь музыки вот таким вот в основном способом. Дальше стали политические условия, которые были на смену року. Пришел голос улиц, пришла хип-хоп-культура, пришел рэп. И то, что для нас с вами в нашей юности выполняла группа ДДТ или Борис Борисович Гребенщиков или группа «Машина времени», то для них в новом поколении выполняют «Оксимирон», «Хаски» и «Нойз МС». И не бывает времени, в котором нет хорошей музыки. Музыка возникает в разных частях света с абсолютно стабильной регулярностью. Просто ты никогда не полюбишь ни одну музыку больше и сильнее, чем ты любил свою заветную группу в 17 лет. Это то время, когда твое восприятие было наиболее острым, твои чакры были самыми открытыми. И очень глупо предполагать, что сегодня такой музыки у ранешних 17-летних нет. Она есть и еще какая? Мартин спрашивает у вас, вы упомянули группу «Брейнсторм» или «Прата Ветра», как ему больше нравится. Вот он как раз спрашивает у вас, чем вас Михаил зацепил наш «Брейнсторм». Знаю, что вы с ним приятельствуете. Первый раз я увидел группу «Прата Ветра», когда я прилетел в Ригу на какую-то музыкальную родильную конференцию. И сейчас я вам скажу, примерно определю, это было в середине 90-х годов. И меня, приятели Рижане, мне сказали, значит, короче, сегодня есть один очень клевый коллектив, но надо сходить на него. И я помню абсолютно четко, что пришли. Не скажу, как он назывался по-латышски, но по-английски это было «Thank God it's Friday». Слава богу, это пятница. В этом баре, значит, на сцене была группа, состоящая из пяти человек, а в баре было примерно 12 посетителей. Я стал 13-м. И что было абсолютно поразительно, концерт был такой силы, что он неизбежно закончился Рейнерсом, который вскочил на барную стойку. И вот этим вот своим движением, которое он посылает, как бы, лучи тепла и собирает тепло из зала, он заканчивал свое выступление. В полном восторге была вся тауна из 13-ти человек. И они, по-моему, по-моему, в конце пели какую-то песню про «Улетели самолеты». И это был сногсшибательный абсолютно вечер. Дальше мы начали искать песню, ну, то есть мы с ними, с ребятами, начали искать песню, которая может взорвать радио в России. Потому что они четко осознавали, что, конечно, огромный рынок, им очень хотелось там оставить знак. И они хотели как раз это «Улетели самолеты». Я обнаружил у них песню, которая тема была на аккордеоне. И я услышал ее на английском языке. И попросил Рейнерса, чтобы он какие-то строчки мне попробовал перевести на русский. И я помню, что он прислал мне припев, который звучал так «У-а-га, мы не гуляем, не крутые». «У-а-га, но мы хорошие, не злые». И я ему сказал, что «хорошие, не злые» — это очень хорошо. Но вот насчет того, что «не гуляем, не крутые» — это как-то не очень похоже на веселую, разнузванную группу. «Давайте, может быть, но мы гуляем, мы крутые». И, в общем, мы шаг за шагом, причем в этом принимали участие и мои друзья из «Квартета И», и «Шура Би-2». Мы собрались с ребятами на нашем радио как-то ночью. За одну ночь перевели весь этот текст на русский язык, и Рейнерс его записал. «Я хочу в качестве удовлетворения своего собственного тщеславия дать слушателям сейчас знать, что я лично ответственен за две строчки в песне «Выходные». Они звучат так. «Снова день, коты на крышу, нам пора, уходим тише». Это придумал я. Мы напомним телефоны прямого эфира для наших слушателей. Вы также можете звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете писать нам в WhatsApp'е 230-6191. И еще одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить, это попса, скажем так, феномен попсы и отношение к ней. Сформировалась ли вообще в России поп-музыка и восприятие ее? Потому что в отношении, например, западной поп-музыки в некотором смысле, ну то есть, даже не так скажу, в отношении к российской поп-музыке часто употребляется вот это слово попса, определение, как такое уничижительное и что-то даже такое пренебрежительное. Что касается западной поп-музыки, то такого нет. Как вы думаете, почему так и в чем вообще феномен то самое попсы русской музыки? Слушайте, ну я, в общем, не очень хотел бы говорить на эту тему, потому что я потратил много-много лет на то, чтобы на музыкальном горизонте этого феномена стало меньше, а хорошей настоящей музыки стало больше. И на сегодняшний день могу честно признать свое поражение, потому что попса – это феномен вечный. Страсть и любовь жителей моей страны к незамысловатым куплетам, к блёсткам, гламуру, коротким юбкам и раздутым губам – она неприходящая. Ничего вот с этим не изменится. Еще долгие годы, когда мы наблюдаем десятилетиями одних и тех же, одни и те же лица в новогодних программах, во всех этих чудовищных голубых огоньках, это, ну, собственно, я прекратил это смотреть много лет назад. Последняя моя попытка это как-то исправить было создание вдвоем мы с Максимом Виторганом, с моим другом сделали несколько новогодних программ, которые назывались «Неголубой огонек». На РАН-ТВ. Да, они были на РАН-ТВ, и потом мы сделали еще для канала НТВ «Первую ночь» с Олегом Мельчиковым, когда Олег согласился вести новогодний шоу. И, в общем, там все, что мы хотели сказать, посмотрите, можно вот так вот, мы тогда сказали, мы заложили в эти программы принцип того, что в каждой песне должен быть взрыв, взрыв внутри. То есть это либо должна быть песня в устах абсолютно неожиданного артиста, либо это должен быть дуэт тех, кого нельзя представить вместе, либо это должна быть аранжировка какая-нибудь совершенно невероятная, ну как, например, там панк-рок группы Чачи Иванова, группа Наив, исполнила песню Валерии, «Но маленькие часики стучатся в тик-так, ни того ниже». Это был абсолютный угар. Программы были великолепные, не устарели, их до сих пор с удовольствием смотрят, но по большому счету это ничего не изменило. Поэтому, в общем, лишний раз признавать свое поражение на этом фронте не хочется, вы уж извините. Здесь интересно, ведь вы сказали о том, что эти песни смотрят, я вот буквально недавно пересматривал дуэт Гребенчакова и Васильева, песенка «Звездочета», «Звезда со звездой» говорит, это потрясающая аранжировка и потрясающая по моему субъективному восприятию именно силы этой детской песни, как они ее передают, по-большому счету. История, Вадим, в этой песне конкретно вот какая. Я изначально предложил Борису Борисовичу, была такая группа «Корни», которая пела, это была, по-моему, первая фабрика «Звезд», и они пели песню «Я теряю корни». Ну, а у Гребенчакова есть известная песня «Но чтобы стоять, я должен держаться корней». Поэтому я представил себе, как будет забавно, если Борис Борисович будет петь «Но я теряю корни». Я ему это предложил, послал ему оригинал, и потом позвонил и говорю «Борь, ну как, дышься?» И он на что мне ответил «Михаил, ты же знаешь, я не могу петь то, что мне противно». В общем, на этой затее был поставлен крест, и мы ломали голову «Ну надо же как ты, Гребенчакова, ну надо же!» И, в общем, мы послали ему список детских песен, там, типа, десять. Ну, я говорю «Борь, пожалуйста, может, какая-нибудь тебе...» Он такой «Вот, вот песня «Звездочёты» очень хорошо. И потом вдруг он говорит «Мы же с Васильевым очень долго мечтали что-то спеть». Я звонил Васильеву, и Васильев говорит «Как это круто!» Я же давно хотел спеть с Борисом Борисовичем. Это срослось за буквально 30 секунд. И это было с двух-трёх дублей прямо вживую на площадке. И если внимательно посмотреть на этот номер, то Саша, не выучив слова, смотрит всё время в пол, потому что на полу у него приклеены слова этой песни. Ну, а мне радостно пересматривать этот номер каждый раз, потому что Васильев сидит в моей майке из сериала «Матрица». Эта майка... У него не было нужной майки. Я ему надел эту майку прямо за минуту до съёмки. Ну вот интересно, что ведь в конце 90-х были попытки и на федеральных каналах сделать что-то с этими традиционными голубыми огоньками. Леонид Парфёнов тогда выпускает старые песни о главном. И, в общем-то, показывает успех этого предприятия, этой программы, этого проекта. А потом всё очень стремительно заканчивается. Выходят песни о главном 2, и всё. И дальше начинается вот эта нескончаемая очередна однотипных голубых огоньков. Вот на Ваш взгляд, почему не прижилось? Ведь и рейтинги тогда были хорошие, и народ вроде бы в массе своей принял это благосклонно. Почему вернулись к этой вот истории, которую мы наблюдаем последние десятилетия? Тут можно предполагать разные вещи, эскакулировать на этом. Но я думаю, что просто произошло за это время... Вот 90-е были безумным и счастливым приключенческим временем, в котором поощрались любые эксперименты. Люди могли рисковать, поскольку все горизонты были открыты. Этим были счастливы как раз для нас 90-е годы. А постепенно дальше началось формирование такого путинского электората, в котором акцент всегда делался на корни, которые мы должны уважать, скрепы, которых мы должны придерживаться. И вот этого вот, всего вот этого Вашего творческого нафиг не надо, пожалуйста. У нас есть наши традиционные и особенности нетрадиционные артисты, которые у нас будут выступать. Ну давайте как-то так вот, да? Давайте как-то вот водочку, селедочку, оливьешечку и Киркоров с Басковым в телевизорчике. Ну и как выяснилось, это прямо страна нашла героя. То есть это была удивительная гармония. То, что предлагал Путин, он всегда предлагал не просто так, а бы как. Он предлагал, понимая очень хорошо, что вот чего от него ждут и вот какой ему достался народ. И в этом они отношения... Поэтому я как бы, в общем, испытываю абсолютное отсутствие каких бы то ни было иллюзий относительно будущего мне выпало жить с этим президентом, за которого я ни разу в жизни не проголосовал, который никогда не поддерживал. Но я думаю, что других вариантов на моем веку не будет. Жил с Путиным и умру при Путине. Так мне рисуется мое мрачное будущее. Вот. И, казалось бы, какая здесь связь с «Голубыми огоньками»? Да прямая. В общем, вот что хотели... Алла Пугачева и ее трансформация. Потому что, опять же, очень субъективное восприятие. Я не так давно переслушивал ее старые песни и, опять же, ее подход, ее голос. И потом послушал специально песни, написанные в последние десятилетия. И, на мой, опять же, субъективный взгляд, не специалист, от человека, который слушает и воспринимает на уровне вот таких, даже бытовых какой-то степени ощущений. Это две разные истории. Это то, что было раньше и то, что есть сейчас, именно даже по вкусу, по подходу, по подаче, по глубине. Вот что с ней произошло, как вы считаете? И согласны ли вы с моей субъективной оценкой? Вы знаете, для любого артиста рано или поздно возникает проблема, как грациозно стареть. Люди находятся на публике все время, за каждым их шагом. Ну, таких людей, как Алла Пугачева, не так много. Но при этом стареть на глазах у всех – это очень неблагодарная вещь. И все равно неизбежная. Она, конечно, выдающаяся абсолютно артистка и певица, которая, надо сказать, что выстояла в самых разных ураганах. И я не могу сказать, что я, когда бы то ни было, фанатично дома гонял ее песни. Но она мне нравилась всегда тем, что она была прям наглая. Вот такая прям непреостановленная. Вы знаете, что во времена Лапина, когда главным цензором в Советском Союзе был человек по имени Лапин, который, ну, просто был абсолютным Сталином в отношении культуры, в номерах Аллы Пугачевой запрещено было операторам ее снимать крупным планом. Потому что, из-за того, что Алла Пугачева слишком близко к губам, у Лапина возникала ассоциация Минета. И он в ужасе запретил эти планы, поскольку, как же так, это прямо было какое-то софт-порно по отношению ко всему населению. Ну, то есть ей пришлось испытать на себе цензуру и гонения со стороны всяческих идиотов, которые канули в истории, а Алла Пугачева, пережив всех генеральных секретарей президентов, слава богу, жива-сгорова. Но я не рискую говорить, оценивать как-то ее музыкальный материал. У нее был период, когда действительно в моей жизни звучали ее песни. Это был самый рок-н-ролльный период, когда у нее был роман с Владимиром Кузьминым. В этот период у нас остались две звезды, две светлых повести. В общем, короче говоря, дай ей бог здоровья и слава богу, что всех этих козлов, которые ее гнобили, история похоронила. В общем, слава богу, она сегодня отстояла право делать то, что хочет, или не делать, если ничего не хочет. У нас, да, много глаз. Я, кстати, еще есть у меня минуту одну деталь? Да, конечно, конечно. Я делал с ней интервью большое, фундаментальное, один раз. Это было в связи с ее рождественскими встречами. Это был конец 90-х. И она позвала меня к себе домой. Я был вот в этой ее легендарной квартире с ее домработницей, с ее собачкой. И мы просто с ней замечательно проговорили часа два. Я уже все вопросы задал, но ее так раз задорило, что я, ну, как бы, она чувствовала мое такое, ну, как-то, так сказать, не очень влюбленное отношение к ее поп-музыке, что она вознамерилась доказать мне, что она реально самая крутая рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк. И что... Чего там ваши рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк-рэк. И она пошла мне ставить какие-то нарезанные ее CDR-ы, такие вручные нарезки с подписьми, на которых хранились ее самые разные эксперимент. И в частности, например, она мне поставила тогда запись песни «Доктор твоего тела» группы «Наутилус Помпилиус», на котором она пела бэк-вокал. И если сегодня послушать песню «Наутилуса, доктор твоего тела», ты чётко узнаёшь, что вторым голосом рядом с Бутусовым звучит реально голос Пугачёвой. Но самая забавная деталь того времени была, в этой встрече, была в том, что мы сидели у неё в гостиной, я выставил микрофон, мы разговариваем в квартире, тихо, и вдруг сверху по лестнице в халате спускается Филипп Киркоров. И он спускается прямо на кухню и как-то начинает там греметь посудой. И она в какой-то момент перервалась, она говорит, извините одну секундочку, повернулась и так, «Филя, мешаешь?» Повернулась и дальше продолжила. Филипп сделал так, «Да вы что, никаких проблем!» И тихонечко-тихонечко на цепочках убежал обратно к себе на второй этаж. Вот это было очень смешно. Вопрос от Мартина, он спрашивает в Фейсбуке, «Михаил, насколько легко или сложно вам далась актёрская работа сначала в театре, день радио, а затем и в кино, день выборов и так далее? Всё-таки ведущего на радио не видно, люди слышат только его голос? Спрашиваю об этом, потому что вы, на мой взгляд, очень органично вписались в кадр». Спасибо большое. Это был абсолютный эксперимент. Дело в том, что я принимал участие в написании спектакля, пьесы, идеи радио. Это делали мои ребята из квартета, но дело в том, что они в ту пору писали очень много для нашего радио. То есть просто дневали и ночевали у меня в кабинете. И в какой-то момент, когда пьеса уже была готова, мне Алёша Баратс говорит, «Ну, давай, попробуй». Я говорю, «Что, попробуй?» «Ну, давай, мы хотим, чтобы ты прямо играл самого себя». И я говорю, «Слушайте, ребята, я вообще никакого отношения к актёрству не имею, но если вы готовы рискнуть, то давайте сделаем это на таких условиях. Ровно в тот момент на репетициях, когда вы понимаете, что я безнадёжен, вы мне об этом честно говорите, чтобы я не позорился, потому что я-то себя со стороны совсем не могу оценить». Ну и как-то вот на этих условиях начались репетиции, потом оказалось, что уже премьера, и так 20 лет мы этот спектакль играем. Но никаких иллюзий по поводу актёрского дарования я не испытываю, честное слово. А кроме того, я, конечно, ещё стал заложником этого своего единственного амплуа, поэтому если раз там в год на меня и выходят какие-нибудь изъяльные режиссёры и что-нибудь мне предлагают, то я заранее знаю, что это будет обязательно роль какого-то пройдохи или прощелыги или циничного мудака и подонка. Вот таких я и обречён играть всю жизнь, судя по всему. Андрей Шмаков спрашивает у вас, нашли ли вы пуговицу? Нет, не нашёл, Андрей. От этого все наши беды до сих пор. Если вы знаете, где она, сообщите! Но Андрей живёт в Эстонии, возможно, там знают больше, чем больше. Может быть, там и стоит порыться? Ещё вопрос от Алексея, он такой, наверное, может быть, острый, а может быть и нет, как вам покажут. Считаете ли вы, что большинство критиков это несостоявшиеся в профессии люди, подавляющие критикой собственные комплексы? Вот что спрашивает у вас Алексей. Нет, Алексей, не считаю, поскольку знаю нескольких своих друзей, приятелей и знакомых, которые обладают талантом оценивать музыку или кинематограф, анализировать её и, соответственно, если употреблять это слово, критиковать. Имеют на это право. И мне кажется, что в современном мире, когда любые барьеры между произведением искусства и зрителем или слушателем рухнули, ну то есть, если раньше были, например, какие-то рекорд-лейблы, которые искали новые таланты, потом запускали их песни в эфир, выпускали их пластинки, но как бы этим самым они говорили, смотрите, вот мы, лейбл, у нас там столетняя история, мы выпускали того-то, того-то, того-то и того-то, а сейчас мы вам говорим, смотрите, вот это крутой артист, мы репутацией отвечаем за то, что это хорошо. То есть, сейчас этот период истории закончился, сейчас, вот, пожалуйста, у тебя есть компьютер, есть у тебя тачпэд, и ты кликами любую музыку мира можешь слушать. Проблема только одна, музыка-то оказалась в большинстве своём средненькая, и посоветовать никто не может. Поэтому сегодня, мне кажется, что в сегодняшнем мире мнение критика, это всё равно, что как лоцман на корабле, который показывает маршрут, как правильно идти. У меня есть несколько имён, которым я доверяю, и если, например, я прочитаю рецензию на кино от условного Антона Долина, я точно обращу внимание на это кино. И я абсолютно уверен, что это из-за того, что Антон Долин имеет такой талант. Точно так же, как если в музыке мой друг Борис Барабанов, обозреватель из Дальского дома «Коммерсант», или Артём Троицкий скажет, вот этот альбом, мне кажется, стоит послушать, я пойду и его буду слушать. Вы только найдите себе тех людей, которым вы доверяете, Андрей. И с этого момента вы измените представление о том, что критики это просто сплошная банда лузеров. Ну вот о барьерах вы сказали, уже в завершении нашего эфира, к сожалению, мало времени остается, но феномен Билли Айлиш. Как вы можете объяснить, ведь, как мы знаем, она записывала свои треки в спальне с братом, это такой bedroom production появился. Можно ли говорить о том, что студия сегодня уходит уже на второй план и записывать в домашних условиях скоро будут люди свои золотые альбомы? Я не стал бы это обобщать, но абсолютно точно люди могут сегодня сделать альбом и даже видео на коленке у себя дома. И этого будет все больше и больше. Но абсолютно очевидно, что этот принцип не нужно распространять на всех. Студии никуда не исчезнут. Студия позволяет человеку, музыканту удовлетворить то, что он хочет в самых широких масштабах. Но повторюсь, одно, самое главное, все дело в таланте. Это самое важное. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Михаил Козырев был с нами на прямой связи в течение этого часа. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Не болейте, самое главное. Не болейте. Спасибо. И вы также. Всего вам доброго и до свидания.